Ребятки, всем привет! С вами Александр, мир южского периода. Только вот такое вот чего-то интересное было у нас в гавани. Давайте мы заключим эту сделочку. Баксики никогда не помешают. Да, думал, что нам делать. Нечего вроде как нам делать. Но нет, вот появилась у нас сегодня такая вот событица, буквально часок назад. Только обычной. За еду. Еды нам в последнее время немножко не хватает. Посему, давайте будем сражаться за еду. Так, ну вот так. И вот так. Или вот так. Ну вот так давайте. Два обычных. Ну, надеюсь, справимся. Блин, он за два удара нас завалит. Значит, нам нужно один все-таки поставить в защиту первый. А он взял и решил не атаковать. И не защищаться. Плохо. Плохо дело. Ну, на самом деле все нормально. Я на это как бы вроде как и рассчитывал. Так, будет три балла на следующий ход. Три балла. Ну, нужно защищаться. У нас есть шансы на победу, но опять же, все будет решаться волей случая, скажем так. Если у нас проатакуют, мы победим. Если не проатакуют, ну, остаются вопросы. Два. У него остался один балл. Значит, у нас, по идее, все в шоколаде. Ну, раз, два, три. Он покойник и один сверху. Вот так. Эээ, ничего он даже не поставил. Фух. Первый бой у нас за плечами. Потом можно будет выполнить бесконечную схватку, а потом даже можно будет выполнить один-два обычных боя. То я давненько не снимал уже обычные бои. Даже с усилениями у нас можно подраться. Так, так, так. Ну, что ж. Как и ожидалось. Так, у нас соперники те же самые, как-то что-то неинтересно. Просто раз он не атаковал. Но сейчас он даже не сможет меня завалить за два удара. И, ну, как назло, берет и атакует. Но я-то за два его соглашу. Еее! У меня 86, у него 58. 28 баллов. Вот так. Ну, он должен атаковать на два. И все, и мы по Изичу побеждаем. Пеликаник Терикс. Пеликаник Мин и Архиаптерикс. Получился тоже такой же самый гибрид. Но у нас Лабиринтозаврик. Ура! Победа! Так, а у нас в прошлой серии было что? У нас там был бой за Плиозавра, да? Мне что-то показалось, что Плиозавра у нас нет. А у нас-то он был. Мы же его уже давным-давно прокачали. Мы получили миллион. 250. Полмиллиона еды. Ну, неплохо, неплохо. Что можно сказать? Так, что у нас здесь? Давайте заглянем на нашего Плиозаврика. Так, это у нас Левоплевродончик. Вот. Как я мог про него забыть? Он же такой няшный. Он же такой красивенький. Вообще, смотрите. Просто красавчик. Мне он очень нравится. Ну, так же, как и Геозавр. Даже в глаз можно его рассмотреть. Хороший. Очень симпатичный. Очень симпатичный. Так, один наш Геозавр. Тилозавр. Платозавр. Платозавр тоже неплох. Да. На стадии кормежки у нас. Ну, и Геозавр тоже красавчик. Так, мамонты у нас там живут. Ничего вроде бы нового не появилось. А, тогда идем... Идем в битву Балиина. Вообще неинтересно с вами сражаться. Есть мне какая-то амфибия освободившаяся. Есть амфибия. И есть два летуна. Ну, давайте попробуем. На самом деле... Мы в проигрышной ситуации. Надо кусать. Почему? Потому что он сейчас подменится и укусит меня. Нет, он решил не подменяться. Так, ну сейчас появится Горгазух. И за... Проатакует на один. А ну, блин, Терра Доустро надо было вторым ставить. Так, ну мы сможем нормально накопить. Тридцатый Горгазух не так страшен. У него остался один балл. Значит, мы его сейчас сожрем. О, это очень, очень неожиданно, ребята. Не ожидалось, что так легко пойдет наше вероятное. По идее, мы можем победить на следующем ходе. Он даже нас может не атаковать. Но у него сила удара... О, косарь, пять. Атакует на четыре. Капец, восемь пятьсот. Разница между тридцатым и тридцать шестом. Видите, какая... Ну, там очень большая разница между тридцатым и тридцать первым. Как мы знаем. При переходе на новый уровень, там идет скачок. Но это его не спасло. Да, кстати, вы обратили внимание, кто играет в Динахантере? Там графику переделали. Я думал, игра заброшена. Оказывается, нет. Ребятки обновили графику. Так что, стоит смысл даже пробежаться по одной серии, по каждому региону, пострелять понемножку, посмотреть на новые спецэффекты. Игра стала выглядеть заметно на уши. Так. Давайте заглянем вот сюда и кем-то сразимся. Предлагаю взять классику. Травоядный, амфибия травоядный. Ну, зависит от того, кто нам попадется в противнике. Если противник будет равным, будет интересно. Если попадется какой-то оргазух тридцатого уровня, то можно сразу сушить весну. Так, у нас появился вот такой, как бы, противоположный. Нужно подмениться. Нам будет вовремя. Ну, первым я поставил терезинозавра. Вспоминаем старые времена. Будет танковать у нас именно он. Делаем вот так. У него четыре. И раз, два, три. Раз, два. В общем, Суперфлафи выполнил все свои задания. Суперфлафи, кто не знает, это диплотатор. Его так назвал геймбивер. И, в принципе, пусть будет он Суперфлафи. Восемь. Атакует на шесть. Да, сейчас терезинозавра там же завалю. У него два балла осталось. Четыре удара и хана. Да, он не защищается. Смотрите, у меня терезинозавр Селехинек был до этого момента. Сейчас его должны скушать. Да, на все шесть. Конечно же, бьет на все шесть. И шинозавр с показателями, как у хищников легендарных. Ну, по соотношению жизнь и сила удара. Наводит тут. Бросает пыль нам в глаза, так сказать. Шуни. Победил. Ну, еще один боек, ребятки, сделаем. Сейчас подумаем, кого бы взять. Может, Терекса взять. 250 генов. У-у-у. Не зря, не зря, не зря, ребята. Ну, да, вот здесь нужно. Раньше это был единственный способ заработать хоть что-нибудь. Ну, теперь можно в гавани отхватить жирный кусок. О, захотелось мне взять просто троих рапторов. Ну, просто. Все зависит от того, кто нам попадется. Если там будет не больше одной амфибии, можно бодаться, конечно. Но если будет три амфибии... Блин, ну, противники у нас... Ну, сами понимаете, ребятки, намного сильнее. Противник у нас попался никудышный. Маста Донзавра, я не знаю, чем убивать. И он еще и агрессивнее, чай-ли-гар. Ну, давай, такой-такой-такой-такой. Печаль, беда. Плохо дело. Очень плохо. Очень плохо нас едят, ребята нас едят. Ну, загрызу я сейчас его. А дальше-то что делать? У него, по-моему, по нулям, да? Ну, если нас проатакуют, то нам повезло. Если не проатакуют, то мы проиграли. Расчет на то, что он будет нас атаковать. Желательно, на все четыре. Так, хорошо. Отлично. Мы живем. У нас шансы теперь сталин резко лучше. Ребята, мы победили. Ааа, мы в такой фейловой ситуации затащили. И карно-раптор выходит на охоту. Круто. Правда ведь? Круто получилось. Давайте нам супер-приз. За такой бой набор загадка. И аргентинозаврик. Так, давайте глянем, где у нас аргентинозаврик. Вот он. Это же самый крупный, ну, из достоверно существующих зауроподов. Там, под 90 тонн, 80 тонн, сколько там у него было. Знаем, всякие там есть амфицелии, сейсмозавры, суперзавры, всякие... Ну, суперзавры нет. Но есть еще довольно много динозавров, у которых найдена одна косточка, или вообще не найдена косточка, или еще что-то, которое теоретически больше. Там чуть ли не 200 тонн. Но когда-то я сниму видео, почему динозавры не могут быть больше, допустим, чем 200 тонн. Максимальный размер динозавров расчетный 140 тонн, ребятки. По формулам. По крепости костей и силе мышц. Вот так вот. Что ж, на этом, на этой научной ноте, ребятки, мы видосик заканчиваем. Подписка, лайк, а лучше репост. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок